Умар Хамидович Хабеков, ветеран Великой Отечественной войны, герой СССР и настоящая гордость аула Малый Зеленчук. Ежегиональный турнир по самбо память этого героя проводится впервые. С появлением нового физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле наконец появилась возможность проводить турниры подобного уровня. А приурочить турнир решили, пожалуй, самой знаменательной дате для всех ветеранов – Дню Великой Победы. Это очень символично в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Еще более символично, что в этом турнире участвуют именно маленькие наши спортсмены подрастающего поколения. Это говорит о том, что они будут помнить, будут знать и будут чтить память советских воинов, которые отдали в своей жизни в борьбе за независимость против фашизма. Вы должны помнить своих героев, память о них никогда не должна угадать и стираться. Мы должны помнить, какой ценой они отстояли нашу свободу и независимость. За награды турнира в этот день боролись совсем юные борцы от 8 до 11 лет. Всего около двух сотен спортсменов из Корчево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев. Большинство из них только начинают постигать азы этого вида спорта. Но есть и исключения. Алиму Карданову на днях исполнилось 9, но самбо он занимается вот уже четвертый год. Своё мастерство он продемонстрировал в первой же схватке, уверенно победив соперника из Кабардино-Балкарии со счетом 8-0. Для большинства участников турнира это первые столь масштабные соревнования в их пока еще недолгой спортивной карьере. Однако уже сейчас они показывают взрослый уровень борьбы, а недостатки в технике компенсируют стремлением победить, выходя на каждую схватку, как на финал. Относительно возраста этих детей очень хорошую технику они показывают. И две возрастные группы сегодня участвуют. 2007-2008 года и 2009-2010 года. Данный турнир собрал сегодня около 200 участников. К нам приехали гости из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Старопольского края и Краснодарского края. Ну и Карачаева-Черкесия. Турниры подобных масштабов среди спортсменов младшей возрастной категории большая редкость, а потому нет сомнений, что польза от него для начинающих борцов будет весьма значительно. Также отличительной особенностью детских турниров является то, что они всегда проходят в очень дружеской и теплой атмосфере. Дети в восторге. Кто волнуется, кто не волнуется, кто борется, кто выигрывает, кто проигрывает. Все хорошо у детей. Только хорошие впечатления останутся, я надеюсь. Очень хорошие соревнования, очень организация на высшем уровне. Среди детей такого возраста очень мало таких соревнований. Здесь недалеко приехали побороться. Как говорится, и еда, и хлеб, и постель, все на высшем уровне. Мы довольны, все хорошо. По итогам турнира все победители и призеры были награждены памятными медалями, кубками и грамотами. Самым же главным для маленьких самбистов является то, что они приобрели бесценный соревновательный опыт и теперь могут похвастаться участием в больших соревнованиях.